Привет, друзья! Продолжаем наш разговор о кривых. В прошлый раз мы уже начали изучение этого замечательного инструмента, и сейчас продолжим. Итак, у меня сейчас открыто окно свойств кривых, которые имеют отношение к изображению кольца. Как вы помните, мы сделали так, чтобы отображались именно параметры только этого слоя. И на всякий случай, еще расскажу о том, что вот мы видим гистограмму, но она такая низенькая именно по той причине, что высоту гистограммы определяет количество пикселей той или иной степени яркости. А в нашем случае, относительно всего масштаба нашего макета, кольцо имеет очень небольшой размер, и поэтому именно количество этих пикселей оно столь невелико. И наша гистограмма такая низенькая получилась, хотя если присмотреться, она конечно есть. Безусловно, мы можем работать интуитивно, просто двигая кривую вверх, увеличивая яркость, или опускать вниз, уменьшая ее, или создавая определенные параметры контрастности, например, вот так. Вот как видите, что вот меняется кольцо. Но давайте поговорим все же о том, как устроен этот инструмент, чтобы лучше понимать его, как это происходит технически. Итак, что мы видим? У нас есть нижняя шкала, которая показывает исходный уровень яркости и движения от темного к светлому. Есть шкала, которая находится слева по оси Y, которая показывает тот уровень яркости, к которому мы с вами будем стремиться. И непосредственно сама кривая, которая является как бы мостом, соединяющим эти два параметра, объединяющие их для того, чтобы получилось ваше замечательное изображение. Итак, предположим, у нас есть некая точка. Я вот щелкну вот здесь. Вот сейчас ее параметры 128 и 128. То есть это вот ее исходное положение. Вход 128 и выход 128. Вход это означает параметр по оси X. То есть, если мы сейчас вот посмотрим, опустим вниз прямую, то это соответствует вот такому вот уровню яркости с цифрой 128. И точно такому же уровню яркости соответствует эта точка по оси Y. Ну, даже визуально видно, что это столь же серенький уровень. Когда же мы поднимаем эту точку вверх, то одновременно у нас увеличивается вот эта цифра, и мы видим то значение, которое, то значение яркости, которое у нас получилось в итоге. Если мы проведем сейчас вот сюда линию, такую параллельную нижней шкале, то она придет уже в гораздо более светлый участок. Вот в этом и заключается значение этих шкал. То есть, если говорить упрощенно, то у вас есть какой-то недостаточно, например, светлый оттенок, и вы движетесь в сторону света, то есть к более светлой части шкалы, которая находится слева. Если же вам нужен более темный оттенок, вы движетесь в сторону более темной части шкалы, которая находится слева, и, соответственно, количество светлых тонов у вас становится меньше. То есть, пиксели вот такого вот цвета, они становятся более темными. Это в общих чертах. Но это, конечно же, еще не все. Поскольку гистограмма вот у нас сейчас не очень выразительная, а все-таки хотелось бы вам рассказать и о других ее свойствах, давайте перейдем к другому изображению. И продолжим тренироваться на кошках. Как мы уже говорили, одной из задач, которую мы стремимся решить при помощи инструмента «Кривые», является приведение изображения к полноконтрастному виду. Мы стремимся к тому, чтобы в нашем изображении присутствовало все многообразие тонов, и темные, и светлые, и средние. И чем лучше задача эта будет решена, тем более объемным будет казаться наше изображение. В то время как изображение, в котором все это не отрегулировано, может казаться плоским и невыразительным. Ну вот, например, как этот котик. И сейчас на этом примере я хочу, во-первых, напомнить вам занятие про уровни, поскольку сейчас будут очень похожие действия, и показать, как работают ползунки в диаграмме в свойствах кривых. Как видите, по гистограмме сразу же видно, что абсолютно недостаточно светлых тонов в этом изображении. И точно так же, как бы мы делали с уровнями, мы сейчас берем ползунок, который находится справа, который является самым светлым, и сдвигаем точку белого влево до края нашей диаграммы, до того места, где начинают возвышаться горы. Ну, изображение поменяло свой вид просто очень заметно. Вот посмотрите, как оно меняется. Точно так же мы можем увидеть, что с другой стороны у нас есть некоторый небольшой недостаток темных тонов. И мы точно так же можем взять наш ползунок темный и подвинуть его немножко правее. К началу просто вот этих гор. Изображение стало еще лучше. Ну и, конечно, для большей какой-то тонкости вы можете добавить какие-то точки в отдельных участках вашей кривой, и, например, добавить каких-то тонов, которые вы считаете, есть смысл добавить. Вот как-то так, например. То есть первым нашим шагом был анализ, нужно ли сдвинуть ползунки левый и правый, а в дальнейшем мы уже переходим к более тонкой коррекции. Причем я вот эту точку ставила, конечно, тоже не просто лишь бы куда-нибудь поставить, а я посмотрела, что, может быть, есть смысл серые тона, которые находятся вот как раз где-то в этой части. Мы же помним, что средняя часть отвечает у нас за такие средние оттенки. Сделать чуть-чуть светлее, и поэтому подняла эту точку вверх. Если бы я считала, что мне нужно, например, сделать что-то другое, то я бы поставила точку в каком-то другом месте. Давайте отключим видимость корректирующего слоя, чтобы посмотреть масштаб произошедших изменений. Вот что у нас было, и вот что у нас стало. Двигаемся дальше. Только что я поставила дополнительную точку, как вы помните, и пыталась ее как-то двигать. Причем я пыталась ее поставить вот чисто интуитивно, на самом деле, предполагая, где могут находиться те оттенки, которые мне нужны. Но можно подходить к этому и более точно. Например, у нас есть специальный инструмент, вот он, с очень длинным названием, которое на английском языке я не смогу воспроизвести, но он похож на вот такой вот растопыренный пальчик. Что он делает? Когда я переношу его на изображение, он мне показывает вот этим вот кружочком, который движется сейчас по кривой, где именно на кривой находится то место, на котором сейчас находится пипетка. Например, я бы хотела отредактировать, ну вот что-то вот в районе глаз, например. Тогда я щелкаю пипеткой, и у меня появляется точка именно в том месте, которое я бы хотела сейчас редактировать. Я могу нажать стрелочку и опустить ее вниз, таким образом, делая эту точку более темной. То есть она у меня взята как бы за основу, и относительно нее подстраивается и все остальное изображение. То есть я исходила из того, что я хочу сделать зону в области глаз, например, более темной. Чтобы посмотреть другие возможности и отменить те изменения, которые мы уже внесли в нашу кривую, мы можем нажать вот эту кнопочку, которая вернет кривую к исходному положению. То есть если вы что-то делали, делали, а вам потом нужно вернуть все как было, то вот. Вот эта кнопочка. Теперь давайте рассмотрим пипетки, которые находятся слева. Они совершенно аналогичны пипеткам в уровнях. Есть пипетка с черным, серым и белым пигментом, и работают они аналогично. Взяв пипетку с черным пигментом, я могу щелкнуть по тому месту, которое я хочу сделать самым темным. И вот изображение поменялось именно в этом направлении. Возникла вторая кривая, но по поводу вот этой кривой мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о работе с цветом. Точно так же берем пипетку с белым пигментом и выбираем то место, которое мы считаем будет у нас самым светлым, и щелкаем по нему. Ну вот. Стало немножко светлее. Вот таким вот образом вы можете также дорабатывать ваше изображение при помощи пипеток. И о кнопочках внизу. Если отключить вот эту кнопочку, то у нас отключается видимость корректирующего слоя. Вернем обратно. Следующая кнопочка тоже позволяет нам переключаться между исходным состоянием и тем, что получилось в результате нашей коррекции. Ну вот так. Нажали, посмотрели, отпустили. Нажали, посмотрели, отпустили. Ну и следующая кнопочка, она привязывает наш корректирующий слой к одному определенному слою, который находится ниже. Именно то, что мы сделали в работе с нашим кольцом для того, чтобы не корректировать все множество слоев, которые находятся ниже. Если нам это не нужно для нашей работы. Вот я, допустим, сейчас нажму и снова вот появится вот такое же обозначение, которое вам уже знакомо. И еще немного о кнопочках. Когда у нас активна вот эта кнопочка, это означает, что мы работаем в режиме точек. То есть мы ставим на кривой какие-то точки, которые мы можем перемещать. Если мы выберем вот этот параметр рисования кривых с помощью карандаша, то мы сможем просто взять и нарисовать вот так какую-то некую кривую. И вот у нас получится что-то такое. На самом деле, ну я не знаю, не встречалось мне, чтобы кто-то это применял как-то с большим успехом, но такая функция по крайней мере есть. А теперь поговорим о том, как могут помочь кривые в работе с цветом. Итак, у нас есть фотография, которая нуждается не только в коррекции по яркости и контрастности, но и по цвету, так как явно здесь преобладает желтый оттенок, который, в общем-то, наверное, здесь является лишним. Итак, для начала давайте нажмем кнопочку авто, чтобы упростить себе работу. То есть мы сейчас видим, что у нас достаточно такая серенькая картинка по гистограмме, в которой особо нет ярко выраженных светлых и темных тонов. Итак, нажимаем авто. И что мы видим? Сразу же у нас изменилось наше изображение в сторону большей яркости и контрастности. Вот. И появились дополнительные какие-то кривые. Что же это за кривые? Каждая из них представляет собой цвет, один из цветов, которые представлены в цветовой модели ЦМИК, с которой мы уже с вами знакомы и знаем, из каких цветов состоит ЦМИК и RGB. И если мы щелкнем вот сюда, то мы увидим как раз перечень всех этих каналов. Это называется каналы, каждый из которых соответствует определенному цвету. Фактически у каждого цвета есть своя отдельная гистограмма и кривая. Ну вот давайте, например, нажмем на голубую. Как видите, вот сейчас перед нами гистограмма, которая показывает, как много голубого цвета в этом изображении и его яркость. И вот смотрите, если мы возьмем кривую, поставим где-то точку и начнем двигать, то вы увидите, как меняется изображение при изменении траектории кривой. Двигая кривую, мы либо увеличиваем, либо уменьшаем влияние голубого канала на наше изображение. Ну, я думаю, закономерность вполне очевидная. Вот у нас была вот такая достаточно рыжая картинка, рыжий котик. Но по мере того, как мы опускаем кривую вниз, мы фактически добавляем голубых тонов и кот становится все более серым. А когда мы поднимаем кривую вверх, в данном случае, то у нас все меньше и меньше становится голубого цвета и кот становится все более рыжим. Вот что-то в этом роде. А еще мы можем двигать ползунки. Например, я могу подвинуть темный ползунок вправо, к границе наших гор условных. И как видите, сразу добавляется темный цвет. Давайте посмотрим, например, желтый канал. То есть так можно работать со всеми каналами. И если мы посмотрим на гистограмму желтого цвета, то мы поймем, что у нас есть желтый цвет в темной части нашей картинки, в темных цветах, а в светах, в светлых тонах желтого цвета практически нет. И если мы сейчас будем двигать ползунок в эту сторону, то вы видите, что светлые части нашей картинки становятся более желтыми. Вот верхняя часть, вот здесь, смотрите, как она изменилась. Вот что было и вот что стало. То есть мы можем буквально в нюансах каждую часть нашего изображения корректировать так, как мы считаем нужным. Так мы можем поработать либо со всеми каналами, либо только с теми, которые мы считаем необходимым. А также мы можем перейти к общей гистограмме, которая называется ЦМИК. И, например, вот я немного подвину вот этот ползунок, чтобы сделать немножко более контрастной нашу картинку. И вот что получилось в результате. И вот то изображение, с которого мы начинали. Еще хочу обратить ваше внимание, что если вы будете работать с изображениями в RGB, то у вас, соответственно, будут каналы, соответствующие этому цветовому профилю. То есть красный, зеленый и синий. Например, если вы зайдете в красный канал, вот в этом изображении, и немножечко подвинете ползунок, то вы видите, что происходит. То есть я двигаю точку, и вот я добавляю красного цвета. И наоборот. Вот так. Например, я хочу сделать изображение немножко более розовым. в этом случае я могу сделать вот так. Более красным. И двигая либо вниз, либо вверх кривую, я буду регулировать именно светлые темные оттенки. Вот что было, и вот что у меня получается. Или, например, я могу зайти в зеленый канал и сделать изображение как бы таким затонированным, более зеленым. То есть простор для вашего творчества практически безграничен. Ну вот, я думаю, мы уже достаточно потренировались на окошках. Давайте вернемся к нашему макету. Итак, я бы хотела добавить к кольцу немножко больше объема и контрастности. Для этого я возьму черный ползунок и подвину его немножко вправо. Как видите, немножечко добавляется темных тонов и добавляется контрастность. Кроме того, я могу сделать вот так. То есть немножечко изменить форму кривой. Как помните, мы рассматривали этот вариант именно как способ для увеличения контрастности. Но в общем-то это будет слишком сильно, поэтому давайте не будем так далеко изгибать нашу кривую. Если бы у меня было желание поработать с цветом, ну вот, кстати, давайте посмотрим разницу. Вот сам камень стал гораздо более выразительным. Если бы у меня было бы желание поработать с цветом, я могла бы зайти в каналы и здесь также поработать и видите, что происходит. то есть я могла бы сделать кольцо из серебряного, например, как бы золотым. Но этого я делать не буду. Вы как хотите. Вот такой цвет кольца получается, если изменить кривую в канале пурпурного цвета и изменить кривую в желтом канале. Вот примерно вот такой вот вариант. Видите, очень сильно влияет. То есть можно работать не с одним каналом, а соответственно со всеми каналами по мере необходимости. Кстати, конечно же, камень тоже изменил свой цвет и как один из вариантов вы могли бы зайти на маску и сделать область, именно область камня сделать прозрачной и тогда цвет камня вернулся к первоначальному. Вот буквально в двух словах об этом. Вот сейчас у меня активна маска на корректирующем слое. Я взяла инструмент кисть черного цвета и просто провожу по камню. Вот и как видите цвет у меня возвращается. То есть обычные наши приемы работы с маской. Вот как всегда это было. Вот черное пятнышко, которое появилось на маске слоя как раз и показывает о том, что эта область стала прозрачной. То есть можно работать и так. Это просто я вам показываю варианты для вашего творчества. Я решила оставить кольцо в серебряном цвете и слева вы видите настройки кривой для создания вот такого уровня яркости и контрастности. Конечно же вы можете сделать так, как вы считаете более подходящим в вашем случае. А на сегодня пока все. Желаю вам успехов и жду вас на следующем занятии.